А можно ли человека, который пил и курил, и ругался матом, после кончина отпевать в храме? Что же вам сказать, мои дорогие? Можно-то, конечно, если он формально крещённый. А вопрос, принесёт ли это какую-то ему пользу, уже зависит не от того, кто его отпевают, как отпевают. Может, патриарх отпевает или батюшка где-нибудь в селе, полностью читает всё последование или сокращает, как обычно. Всё зависит от крепости вашей молитвы, от того, как его родственники живут во Христе. Ибо хоть он и умер, но он всё равно остаётся вашим мужем, отцом или сыном. И его загробная участь теперь во многом зависит от того, как будете жить вы. Теперь в два раза больше добрых дел надо делать, в два раза больше молиться, в два раза чаще причащаться. В два раза, а лучше даже в три чаще посещать храм за себя и за него. Творить милостыню не просто под обороте сердечной, но и Христа ради за усопшего своего отца или дедушку. Уж-то это приносит ему настоящую пользу. Если он вдруг, такой отчаянный грешник, становится отцом или дедушкой праведницы или праведника, то ему от этого тоже легче и лучше. А что касается отпевания, так это же не магический акт. Вот, какого негодяя не отпой, всё, прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. Нет. Даже Ян Златоуступик говорил, что священник тебя причащает, а Бог нет. Священник тебя крестит, а Бог нет. Всё зависит от внутреннего отношения к преподаваемому таинству. Ты можешь внешне осуществить чинопоследование, а Дух Святой тебе не даётся. Отдался он тебе или нет, по плодам их узнаете, их только так. А если ты не собирался плоды приносить, то ты не смогу до благодать воспринять. Поэтому так и с отпеванием. Многим кажется, если отпели, ну, всё, теперь будет хорошо. Неважно, как жил, неважно, кем был, сколько там жён поменял, а может быть, ни одной не было официальной. Сколько там предательств, сколько измен, сколько зла принёс людям. Главное, чтобы батюшка отпел всё. А если не отпоёт, скажет, ну, что такого человека отпевать, вы что? Скажите спасибо, что сейчас таких разрешают вообще на христианских кладбищах хоронить. Уже нет таких разделений, как ещё сто лет назад. И на том спасибо. Молитесь, творите милостыню, сами жизнь свою исправьте. Глядишь, как-то Господь управит его за гробную участь. Отпевать как-то я не могу. Так батюшку закидают не только помидорами, но и камнями. Ещё сто писем напишут в епархию. Отказал нам в отпевании. Я знаю священников, которые действительно отказывают. И что нет, чтобы смириться, нет, чтобы начать изменять свою жизнь. Пишут жалобы. Вот наш там отец повсекакий такой негодяй. Батюшка потом объясняет. Вот так и говорит. Да, правильно всё поступило. Ну, вот такие люди сейчас думают, что церковь — это бюро добрых услуг, которое она обязана всем предоставлять вне зависимости от внутреннего состояния человека. Крещение, венчание, отпевание. Ну, это грустная история. Давайте всё-таки вернёмся к сути вопроса. Отпевание — это первая из молитв, которую должны совершать родственники до конца дней своих. Мы закладываем фундамент этого молитвенного дома. То священник помолился в том, чтобы Господь простил ему грехи. Ибо несть человека, да не согрешит. Ты един, только мы без греха. Правда твоя правда вовеки, и слово твоя истина. А дальше родные должны не только 40 дней, так каждый день псалтирь читать о нём, творить милостыню регулярно, по субботам быть на заупокойных богослужениях, на панихидах, сами молиться, подавать записки в храмы, в монастыри, на псалтирь, на литургию, на проскомидию, делать за него то, что он сам не смог, что сам не успел. И, глядишь, вот эта любовь, общая любовь, которая выражается в делах любви к этому человеку, и покроет множество его грехов. И так всегда со Господем будем. Но нам это тяжело, нам это сложно. Мы ищем сильные молитвы, какие-то молитвы по соглашению, 44 акафиста в 44 монастырях, чтобы сделать что-то такое, или купить что-то такое даже, чтобы ничего не делать самому, что-то там знающие батюшки делали, и человеку становилось лучше. Это тоже хорошо. Но каким бы ни был замечательным автомобиль, без резины, на дисках он не поедет. Сколько бы вы ни заказали с ирокаустов, сколько бы вы денег бы ни отдали бы, все равно без вашей личной молитвы ваш усопший родственник в Царство Божие не поедет. Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный, и это так или иначе отразится на всех тех, кого вы любили или не любили, но тот, кто так или иначе является членом вашей семьи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok